Перед просмотром видео рекомендую вам зайти на канал Марка, на котором вы найдете прохождение серии GTA не только полностью по сюжетной линии, а также 100% прохождение GTA Vice City, которое прямо сейчас проходит на канале. Притом прохождение игры на 100% выглядит достаточно компактно, вырезаны все фейлы, все то, что не нужно будет вам для просмотра, только все самое обязательное. Ссылка находится в описании. Приветствую всех! Начиная с лета 2017 года я проводил различные эксперименты в GTA Vice City, так вот, для большинства людей следовало создать этот видеоролик, но я это делаю спустя только год после того, как протестировал вообще все, что возможно было только в этой игре. В общем, это видеоролик со всеми альтернативными сценами в этой игре, о которых ты мог не знать. Собственно, этот список составлялся на протяжении года с небольшим, специально для тех людей, которые когда-то смотрели экспериментальный видеоролик по какой-то миссии и говорили, ну блин, я поспорел и ничего не произошло, что за херня? Ну, в общем, этот видеоролик, да, пришлось ждать довольно долго. Но, тем не менее, я расскажу вам о всех альтернативных сценах. Не перепутайте это все с альтернативным прохождением, потому что альтернативное прохождение это одно, а сцены это совсем другое. То есть для того, чтобы триггернуть какую-то сцену, можно даже провалить миссию, потому что не все это делали. Ну, в общем, сейчас вы во всем убедитесь. Все видеоролики будут взяты исключительно из моих экспериментальных видеороликов, кроме одного. Его не будет, потому что я не смог его снять и обнаружил эту альтернативную сцену уже после того, как загрузил видео. Но я о ней все равно расскажу. Буду проводить список с самого начала по миссиям и до самого конца, чтобы вы, не дай бог, не запутались. Итак, давайте начинать. Миссия номер два на Кена Розенберга называется Back Alley Brawl. Альтернативная катсцена состоит из того, что если мы с вами задавим Лео Тила, а не будем подходить к нему в упор, то мы пропустим диалог между Лео Тилом и Томми. Поэтому, если вы хотите его услышать, то ни в коем случае не давите Лео Тила. В миссии Гнев Присяжных нужно будет раздолбать тачки присяжных, чтобы они изменили свое решение. Так вот, если ввести чит-код Big Bang, то мы взорвем эти автомобили, и миссия не будет считаться проваленной. Что довольно странно, не правда ли? В миссии Riot можно уничтожить фургоны, не поднимая никакого бунта. То есть не начиная драку с рабочими. Ну не то, чтобы альтернативная сцена, да, но все же достаточно интересный факт. В миссии For Iron Every Carrington, напомню, это его первая миссия, у цели в гольф-клубе есть свой пункт назначения. Правда, бежит он именно до выхода из гольф-клуба, садится в комету, которая будет припаркована рядом с ним, и просто будет гонять кругами. Пункта назначения после этого у него нету, однако все-таки он не будет просто так, как бесполезный NPC, кататься в гольф-карте по всему гольф-клубу. Теперь вы это знаете. В миссии Вероломная свинья, где нужно убить Гонзалеза, у Гонзалеза есть свой пункт назначения. Он бежит в полицейский участок, который находится буквально через дорогу. Только вот проблема в том, что бежать ему долго, и эту миссию почти невозможно провалить. Однако, если вы все-таки пытались это сделать, то вы видели секретную катсцену, которой, возможно, и не догадывались. Лично я охренел, когда это увидел. Что я просто забью на тебя, хрен. Блин, он так бегает забавно, такой. Он бежит в полицейский участок, ребята. Да, я был прав. Этот придурок побежал в полицейский участок. Миссия провалена. Гонзалез теперь в безопасности в полицейском участке. То есть, как мы видим, Гонзалез все-таки прибегает в этот полицейский участок, и потом уже миссия считается проваленной. То есть, все-таки здесь есть место, куда Гонзалез все-таки бежит. Ну что, друзья, на этом все. Следующая миссия на полковника Кортеза называется Мол Шутаут. Перестрелка в Моле. Так вот, у Курьера, которого зовут Лапонце, есть тоже свой пункт назначения. Так вот, пункт назначения находится в одном из домов около центрального Мола. В общем-то, я тоже об этом не знал. Для этого вам придется просто провалить миссию. Когда-то я это уже делал, если не ошибаюсь. Но обычно миссия тоже достаточно проста, поэтому завалить ее невозможно. Кстати, забыл упомянуть то, что Лэнса можно убить и до финала этой игры. Ну, в кавычках, конечно же. В четвертой миссии на Диаза, которая называется Спрос и Предложение, до того, как экран полностью затемнится, в конце можно убить Лэнса. И тогда катсцена будет выглядеть немножечко странно. Хорошо, что я об этом, кстати, вспомнил. В миссии «Сэр есть сэр» есть альтернативный способ украсть танк, не убивая всех военных, которые будут на вас мчаться в случае стрельбы. Так вот, нам нужно дождаться, как только военные доедут до определенного места назначения, это будет кафе, водитель выйдет в магазин, чтобы купить себе пожрать, и в этот момент мы можем спокойно сесть в танк и угнать его, не убивая ни одного военного. Кстати, вот что самое интересное, небольшой забавный факт. Именно благодаря этой лазейке я прошел когда-то игру полностью на кулаках. То есть, представляете, как мне было бы тяжело, если бы приходилось воевать с этими военными без использования оружия. Да, так вот это работает. Извините, меня кое-что отвлекло тут. Самое интересное то, что если я украду этот танк прямо на военной базе, да, ну я имею в виду, даже когда они подъедут к ней, я не смогу его перегнать в гараж Кортеза, потому что там запустится самоуничтожение, да, как мы знаем. А, вот куда! The tank arrived at its destination safely. Танк добрался до места назначения. Так вот куда он, значит, погнал, да? Там, значит, гаражик у нас был. Слушайте, вот я серьезно, я этого не знал. Я только сейчас узнал то, что этот танк, вот этот вот гараж должен сесть. Кстати, у гаража классные текстуры. В первой миссии на байкеров один из мотоциклов можно украсть прямо у гонщиков, которые будут присутствовать рядом с вами. При этом миссия не будет считаться проваленной. Ну, не то чтобы альтернативная сцена, но достаточно неплохой эксперимент, если вы хотите пройти эту миссию достаточно просто. Во второй миссии в особняке Версетти, который называется Драка в баре, в конце выезжают два мотоциклиста. Так вот, у них тоже есть свой пункт назначения. Они едут до ближайшего пирса, который находится в конце улицы, по которой они будут ехать. Тем не менее, после того, как они выйдут из мотоцикла, они начнут творить какую-то ахинею. Они побегут прямо к воде, но тем не менее топиться не будут намереваться. Поэтому единственный их пункт назначения будет именно этот самый пирс. Ну, не знаю, следили вы, не следили когда-то за ними, теперь вы это знаете. Во второй миссии на типографию есть одна альтернативная сцена, которую я как раз, к сожалению, не могу показать, потому что я не задокументировал ее, к сожалению. Об этом мне писали в комментариях. Так вот, если проследить за курьером, который будет от нас уезжать после того, как он высадится из вертолета, он поедет в особый пункт назначения, который находится рядом с таксопарком Кауфмана. Да, достаточно странно, что именно этот момент я не учел, но тем не менее, теперь вы знаете, по крайней мере, на словах это все. Если вы проходите эту игру с читами, есть вполне альтернативный способ прохождения лодочной мастерской. Для этого вводим чит-код SEAWAYS, чтобы наш автомобиль мог плавать, и тогда вы сможете собирать контрольные точки на автомобиле. Просто интересный факт. Миссию G-SPOTLIGHT можно пройти также иным способом. Вместо того, чтобы на мотоцикле прыгать по крышам, мы можем просто взять вертолет и пролететь также все чекпоинты. Так будет достаточно проще, и вот вам альтернативный способ прохождения как раз. В миссии ограбления банка в клубе Малибу можно в конце миссии собственноручно убить Кэма Джонса. Только не перепутайте его с Филом Кэссиди. Именно Фил Кэссиди и должен выжить после этой миссии. Кэм Джонс может и умереть. Кстати, в случае, если вы его убьете, больше денег вам за миссию не дадут. Так что сразу имейте это в виду. Ну и последнее, это, конечно же, финальная миссия. Keep your friends close. Так вот, эту миссию невозможно начать, если у Томи совершенно не будет денег. Как вы понимаете, потому что мафия будет их тырить. Я думаю, что минимальная примерно сумма, которая должна быть в этой миссии, это 100 долларов. Если честно, я не помню, какая конкретная должна быть цифра, но приблизительно 100 долларов. При этом, если вы начнете это задание со 100 баксами, то вам вообще придется не отходить от этого сейфа. Иначе одно промедление и миссию придется начинать с самого начала. Ну, в общем, вот такие интересные альтернативные сцены и альтернативные прохождения некоторых миссий вы только что услышали, увидели. Ну, в общем, вы поняли. Честно говоря, большинство экспериментов, как вы понимаете, были бесполезны, потому что больше альтернативных решений скорее было уже в Сан-Андресе. В третьей части, так я вообще думаю, альтернативных катсцен практически не было, но альтернативные прохождения, конечно же, были. Но в итоге это видео все равно когда-нибудь должно было появиться для тех людей, которые ждали чего-то необычного от этой игры спустя почти 16 лет. Ну, надеюсь, вам все понравилось. С вами был Спектр. Я думаю, больше экспериментов по Vice City не будет, потому что там тестировать абсолютно нечего. Да, я понимаю, что назвал этот видеоролик что-то типа все альтернативные сцены, однако альтернативные способы прохождения вы тоже здесь наблюдали. Но уж извините, не удержался. Это присутствовало в виде забавных интересных фактов скорее, чем влияло на главную суть видеоролика. Ну, лишняя информация все равно не повредит. Поэтому, если я что-то забыл, то вы всегда сможете написать это в комментах, хотя я думаю, я как раз-таки уже ничего здесь не забыл рассказать. Играйте только в правильные игры, ждите следующего видео и всем пока.